Городские полицейские задержали двоих молодых людей, которые совершили солидную кражу на территории долгостроя, строящегося в Красноплодском районе. 23-летние подельники ночью пришли на стройку и демонтировали с промышленного грузопассажирского подъемника шесть электродвигателей. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Строительство жилого комплекса было заморожено еще в 2017 году в связи с банкротством. Одно время территория хранялась. Сейчас сторожей на стройке почему-то нет. Местные жители наблюдают, как с объекта постепенно исчезает то одно, то другое. Ну, дом этот не строится. Охранники вроде, насколько я знаю, наши ушли отсюда. Тут вот ворота сломали, некому сделать здесь эти ворота. Ну, постоянно кто-нибудь дозаезжает, что-нибудь доберут здесь. Тут было подонов, ну, штук 30. Все украли окна. Вот где? Вот тут-то все окна были сделаны. Все буквально. Вот уже поснимали окна. Да тут, тут, короче, воруют. Тут никому ничего не надо просто. Вот и все. Задержанные подельники были нарядом ППС, который ночью проверял автотранспорт на предмет подозрительных грузов. Своей машины у воров нет, поэтому для эвакуации добычи они воспользовались такси, вызвав его на ближайший к стройке адрес. Водителя полицейские отпустили, а пассажиров и похищенные электромоторы доставили в отдел. Их в машине было четыре. Еще два были найдены чуть позже. Задержали подозреваемых сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции номер 8 совместно с экипажем патрульно-постовой службы. Похищенное имущество злоумышленники намеревались сдать в пункт приема металлолома. Однако сделать этого не успели. Электродвигатели полицейские изъяли во время обыска в квартире одного из задержанных. После завершения всех необходимых следственных действий имущество будет возвращено законному собственнику. Оба фигуранта имеют уголовное прошлое. Главарь, приехавший в Хабаровск из Бикино, судим трижды за наркотики и квартирные кражи. Его сообщник имеет условный срок за дезертирство. Обоим грозит шестилетний срок. Жилой комплекс, который обворовали приятели, все же собираются достроить. Работы на нем должны возобновиться летом этого года. С места происшествия Анна Морозова и Андрей Алферов.